Как у нас в Приднестрое? Возможно ли получать кредиты достаточно на льготных условиях? Был у вас такой опыт? Сколько я не пытался кредитов, даже в прошлом году пытался взять кредиты, невозможно. Потому что ставят такие условия банки, мне кажется, такое впечатление, что они работают для себя, любимых, чтобы им было выгодно. Они мне поставили такие условия, что те объекты, даже имея недвижимость, которые можно заложить и взять кредиты, мы же не собираемся. Они мне поставили такие условия, что каждое здание надо оформить документально и представить. Когда я выставляю, я говорю, что не хочу же я продавать все здания. Полностью все, то, что имеем документы оформлены, что-то наше собственность, закладываем и берем, допустим, какую-то сумму денег. Нет, должно быть вот так и вот так и так. Получается, что ей надо намного больше кредитов взять, чтобы их условия оформить, а после еще и платить. И получается, что не успел взять эти кредиты, сразу надо платить по проценту. А по чему проценту предлагали? От 20 до 24 процентов. Поэтому сегодня невыгодно, это убийственные кредиты. Если сравнивать с европейскими уровнями кредитования и нашим уровнем, вы бы что могли бы сказать по этому поводу? Ну, я могу сказать, что в европейске намного выгоднее, там совсем другие условия, намного ниже процент. Я знаю, что даже в советское время самый высокий был процент 3 процента. Самый, имеется в виду, даже под зарплату бывали под 0 процентов давали, если надо было зарплату получить, выдать людям. А так 1, 2 до 3 процентов самый высокий. И даже и возьмите в Америке, тоже и в Европе 3 процента считается кабальный кредит. Уже более 3 процентов. Это кабальный кредит, он невыгодный кредит. Потому что его нельзя отбить, отработать. Только, как говорят, к тому, что можно обанкротиться и все. Поляки предоставили сейчас в Молдове молдавским аграриям кредит на 100 миллионов под 0,15 процента. Вы могли бы участвовать, вот приднестровские аграрии, вы в том числе, участвовать в получении такого кредита? Если нет, то почему, как вы полагаете? Ну, я, насколько я знаю, мы находимся в Приднестровье, Молдова. Мы пытались, когда-то у меня была идея, были Словаки, с которыми можно было бы получить кредит. Они, собственно говоря, давали деньги, давал банк, Словацкий банк давал деньги под строительство. Полностью они сами строили бы животновеское помещение, полностью оборудовали бы оборудованием, полностью все и вся. И оно шло как в залог. Связываясь с тем, что у нас есть земля, можем выращивать корма. И после, имеется в виду, мы бы рассчитывались уже продукции и тому подобное. Но в связи с тем, что мы, Молдова заявила, что мы не контролируемая зона, и они нам отказали, отказались у нас работать. Поэтому и сегодня, но вряд ли мы какие-то кредиты получим, потому что Молдова не стремится, чтобы здесь нам давали кредиты, так как не контролирует эту зону. А если Евросоюз предложит возможность получения кредита, вы воспользуетесь? Обязательно воспользовался бы, конечно, развивались бы. Потому что я говорю, что даже, конечно, ну вы видите ситуацию сегодня. Я говорю, что ситуация, что мы выращиваем, почему, допустим, зерновые, подсолнечные и тому подобное. Вот я как, мне просто выхода нет другого, рядом комбинат хлебопродуктов я могу отправить на наш бендерский комбинат хлебопродуктов, рядом МЭС. И мы можем отправить здесь и отправить. А так попробуйте где-то вывезти за пределами. Это просто невозможно. Другую продукцию, я имею в виду ту же плодовощную продукцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова